приветствую вас на своем канале сегодняшнем видео я вам хочу показать как можно рационально использовать остатки пряжи которые остаются после вязания изделий в данном видео я вам покажу как связать вот такой простейший плед у меня насобиралась целый пакет пряжи фирмы alize в основном преимущественно это lana gold lana gold fine которую я использовала нить в два сложения как вы видите возможно еще какие-то остатки пряжи другой фирмы но при этом они совпадают практически по толщине и вы же можете использовать остатки которые есть у вас и при этом я вязала всего лишь передочку разными цветами вы можете связать как разноцветный как у меня так и однотонный просто потом его обвязать причем обвязку я вам покажу абсолютно на самую простейшую такую вот красивую гладкую ровную вы можете связать какие-нибудь веерочки различные обязать скажем краям какими-то красивыми более ажурными узорчиками если же это у вас какой-то допустим плед для девочки я же вязала плед для мальчика в коляску поэтому размеры у него небольшие около где-то 85 сантиметров на практически метр то есть я буду использовать его для укрывания ребенка во время сна и кому понравилось конечно же лайкайте берите пряжу и приступаем к вязанию для вязания нам понадобится пряжи я буду как вы видите использовать остаточки пряжи которые оставались у меня при вязании различных изделий здесь у меня их большое количество самое главное на что следует вам обратить внимание на то чтобы ниточка совпадала приблизительно по толщине для того чтобы не было перепадов плотности вязания вашего изделия преимущественно здесь 90 процентов это ализела на гол 240 метров 100 граммах под нее я буду использовать крючок номер 4 также нам понадобится крючок меньшего размера либо иголочка для того чтобы было удобно прятать краешки ниточек и также нам понадобится ножнички и сантиметр для начала делаем первую закрепительную петлю и набираем цепочку из воздушных петель длиною какой вы хотите шириной свой плед я обычно набираю не считая количество петель а потом уже по ходу вязания первого ряда распределяю на узор как только мы набрали ширину пледа приступаем к ввязыванию узора делаем накид и отступаем четвертую петельку от крючка вводим сюда вот крючок смотрите нам нужно связать один пышный столбик из двух столбиков с накидом для этого вводим крючок захватываем рабочую ниточку на крючке получается петля накид петля пропускаем рабочую нить сквозь ближайшую петлю и накид получился один недовязанный столбик с накидом далее делаем накид петлю основания 1 недовязанного столбика провяжем такой же 2 накид вели крючок захватили рабочую нить и пропускаем рабочую нить сквозь петлю и накид вот здесь вот на крючке у нас получилось 2 недовязанных столбика с накидом на крючке 3 петли соединяем их общей вершиной далее 2 воздушные петли и в петлю основания 1 пышного столбика мы провяжем сюда же 2 недовязанный столбик с накидом 1 1 недовязанный столбик с накидом сюда же второй раз и соединяем всеобщей вершинкой далее делаем накид отступаем снизу 4 петельки и вот в четвертую вводим крючок и провязываем пышный столбик недовязанный столбик с накидом 1 сюда же недовязанный столбик с накидом 2 1 и все три петли соединяю общей вершинкой 2 воздушные петли накид и в петлю основания 1 пышного столбика провязываем такой же 2 недовязанный столбик 1 недовязанный столбик 2 1 и соединяем общей вершинкой далее снова накид отступаем снизу 4 петли в четвертую вводим крючок и провязываем точно также пышный столбик недовязанный столбик с накидом 1 недовязанный столбик с накидом 2 и соединяем все общей вершинкой то есть получается у нас вот он красивый пышный столбик далее две воздушные петли накид и сюда же петлю основания первого пышного столбика довязываем 2 столбик с накидом не довязанный раз столбик с накидом не довязанный второй раз и соединяем общей вершинкой то есть получается у нас такие галочки между ними две воздушные петли между пышным столбиком вторым и первым следующим орнаментом мы здесь никаких столб и воздушных петель не делаем снизу пока мы пропускаем три петли в каждую четвертую делаем галочку из двух пышных столбиков и две воздушные петли между ними вот так я буду чередовать до самого конца первого ряда то есть пока у меня не дойдет до края ширины как вы видите я набрала небольшую цепочку вот но ширина пледа моего приблизительно будет не менее 80 сантиметров я думаю но чтобы не вязать 80 сантиметров на камеру вот я буду провязывать так далее пышный столбик 2 воздушные петли пышный столбик сюда же недовязанный столбик 1 недовязанный столбик 2 соединяем общей вершинкой накид 4 петли отступили в 4 вводим крючок столбик сюда же второй столбик и соединяем общей вершинкой 2 воздушные петли столбик сюда же второй столбик и соединяем общей вершинкой далее снова отступили снизу вот они 3 петельки 4 вводим крючок столбик пышный провязываем два раза недовязанных 2 столбика с накидом соединяем общей вершинкой 2 воздушные петли и повторяем такой же пышный столбик из двух столбиков вот так соединяем общей вершинкой и далее повторяем в четвертую петлю вот так вот провязываем 1 столбик пышный общей вершинкой соединили 2 воздушные петли и 2 сюда же 1 недовязанный столбик и 2 недовязанный столбик я дошла до конца ряда у меня здесь остается вот такой вот хвостик я делаю накид и отступая буквально одну-две петельки сколько у вас есть и возможно 3 здесь петельки то есть у меня здесь не вмещается полный орнамент я сюда провяжу просто последнюю петлю столбик с накидом столбиком с накидом я буду завершать каждый абсолютно ряд и начинать буду с 3 воздушных петель подъема в эти петельки и в столбике мы будем делать обвязку дальнейшем обвязку пледа то есть за вот этот крайний ряд за вот эти три воздушные петли в начале ряда и за столбик с накидом в конце ряда если у вас плед однотонный то соответственно подымаемся на 3 воздушные петли подъема делаем поворот и что мы делаем накид под две воздушные петли вот сюда у нас было пропускались петельки мы делали в каждую четвертую петлю пышный столбик 2 воздушные петли пышный столбик то сейчас мы будем делать просто под две воздушные петли пышный столбик то есть недовязанный столбик с накидом 1 недовязанный столбик с накидом 2 раз соединяем общей вершинкой 2 воздушные петли и повторяем то же самое пышный столбик 2 сюда же 2 недовязанных столбика с накидом соединенных общей вершинкой далее снова никаких воздушных петель мы не делаем просто делаем накид и переходим по 2 воздушные петли следующего орнамента 2 недовязанных пышных столбика ой 2 недовязанных столбика с накидом соединяющие общей вершиной получается первый пышный столбик далее 2 воздушные петли накид и то же самое пышный столбик 2 сюда же по 2 воздушные петли соединяем общие вершины 2 недовязанных столбика с накидом и вот получается у нас вот такие вот как бы галочки выходящие из друг друга в каждом ряду если плед у вас однотонный то соответственно у вас получится красивый двухсторонний если же у вас будут цвета меняться будут какие-то цвета с изнаночной стороны какие-то с лицевой снова пышный столбик две воздушные петли пышный столбик сюда же под две воздушные петли я с вами давай довяжу до конца этого ряда никаких мы при переходе воздушных петель не делаем а только лишь две воздушные петли между пышными столбиками я думаю что здесь понятно все остается вот так посмотрите у нас получается вот изнаночный ряд вот лицевой следующий будет у нас снова изнаночный лицевой и чередование так вот пока не провяжите всю полностью высоту до обвязки вот не провязываем два столбика до конца соединяем общей вершинкой снова не довязали общей вершинкой столбик второй столбик соединили общей вершинкой 2 воздушные петли столбик 2 сюда же столбик соединили общей вершинкой 2 воздушные петли сделали и довязали второй столбик сюда же и вот у меня остается в конце ряда последний орнамент вот они 2 воздушные петельки сюда также провязываем столбик пышный 1 2 воздушные петли и довязываем столбик пышный 2 далее что у нас получается смотрите ряд мы с этой стороны заканчиваем точно также делаем накид находим третью воздушную петлю подъема она вот она у меня и я провязываю сюда просто столбик с одним накидом как я вам уже говорила вот эти столбики это ряд обвязки по боковым сторонам далее снова 3 воздушные петли подъема и поворот и точно также перешли на орнамент под 2 воздушные петли связали пышный столбик 2 воздушные петли далее под следующие 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 так далее если же у вас плед двухцветный как у меня то соответственно и двухцветный многоцветный и соответственно вы будете менять ниточку то после того как вы завершили ряд столбиком вы оставляете не эту ниточку и присоединяете другой цвет я сейчас возьму чтобы вам показать цвет я присоединяю самым обычным способом это делаю рабочую первую петлю которую в дальнейшем ввожу вот сюда в третью петлю подъема вот она у меня 3 петелька подъема из нее я буду выводить каждый цвет в дальнейшем вот пропускаем рабочую петлю вот эти хвостики мы все будем прятать а пока делаем 3 воздушные петли подъема накид и приступаем к вот этим 2 воздушным петелькам снова делаем пышный столбик соединяем общей вершинкой 2 воздушные петли и пышный столбик сюда же вот так далее снова переходим к следующему орнаменту делаем пышный столбик 2 воздушные петли и пышный столбик сюда же раз два соединяем общей вершинкой снова пышный столбик далее две воздушные петли и пышный столбик сюда же то и что получается у меня получается плед будет с лицевой стороны всегда лицевые вот здесь вот провязанные столбики с изнаночной стороны всегда изнаночные я буду вводить каждый новый цвет довязав ряд до конца заканчиваю столбиком при вытягиваю петельку можете эту петельку если вы уже точно уверены что вам здесь ничего не нужно будет делать можете делать две вот такие вот воздушные петли и отрезать ниточку то есть чтобы у вас нитка была свободная если вы будете делать по ряду так как я далее снова берете ниточку новую рабочую тому какую вы хотите уже по цвету по другому если хотите можете чередовать через ряд допустим но тогда вам ниточку нужно будет каждый раз отрезать тогда лучше если вы хотите полосатый делайте по 2 ряда тогда нитку вы получается уже чередовать не отрезая а каждые два ряда вы будете оставаться в том положении где у вас ниточка то есть если чтобы не отрезать каждый раз затем снова берете рабочую нить уже следующего цвета делаете рабочую петлю и точно также присоединяете в третью петлю подъема вот здесь вот так вот вводите рабочую новую ниточку и снова 3 воздушные петли подъема делаете накид и переходите под вот эти две воздушные петли вяжите пышный столбик соединяете общей вершиной 2 воздушные петли и пышный столбик сюда же я думаю что здесь абсолютно ничего сложного не будет я взяла тот же самый цвет чтобы вам показать просто как это будет выглядеть если вы будете вязать по 2 ряда вот то есть переходите переходите провязываете либо поворотными рядами как я уже показала заканчиваете столбиком 3 воздушные петли поворачиваете на изнаночную сторону и снова переходите вот сюда по 2 воздушные петли либо каждый раз присоединяете заново каждом новом ряду начиная с 3 воздушных петель подъема и переходите сразу к орнаменту я думаю что здесь вы справитесь поэтому вяжем ширину высоту или длину пледа какую вы хотите а затем просто с вами мы обвяжем вот как выглядит у меня готовый плед провязанный у меня он получился 75 на 95 сантиметров то есть я набрала решила что еще будет края обвязки поэтому мне вот так вот достаточно вот я спрятала хвостики ниточек я думаю что здесь ничего сложного вы просто каждый хвостик деваете в ниточку и прячете по краю желательно вот в эти воздушные петельки в начале ряда и в конце ряда в столбике с накидом почему именно в эти петельки в эти столбики потому что они сейчас у нас будут завязываться и эти ниточки еще дополнительно закрепятся здесь желательно не прячьте потому что по ходу носки эти хвостики будут вытаскиваться вот как видите изнаночная сторона у меня выглядит вот лицевая я думаю что немножечко отличима вам вот и сейчас так как это плед для мальчика то я вам покажу самую обычную скажем обвязку которая только может быть я сначала думала что это будет скажем плед для более чего-то такого для дома то сейчас я конкретно понимаю что у меня получился плед в коляску и так как у меня мальчик то соответственно я его обвяжу просто красивой ровной обвязкой находим уголочек можно любой абсолютно угол брать с какого вы хотите обвязывать я возьму уголочек начала с которого я начала вязание полностью и начну именно обвязку с этого уголка делаем начальную закрепительную петлю и вводим рабочую нить самый уголочек вот они 3 воздушные петли подъема вот она первая петелька я в нее сейчас ввиду рабочую нить мне сюда кажется более удобно вот выводим петлю и отсюда я начну обязывать край далее смотрите вот этот хвостик я при обвязывании этого ряда сразу же параллельно ввожу то есть мы ложим его на крайние петли и параллельно будем завязывать делаем одну воздушную петлю подъема и в петлю основания откуда мы сейчас ввели вывели петельку я сюда же сделаю первый столбик без накида самый-самый уголочек вот так и постараюсь отсюда же вывязывать обвязку далее смотрите вот они у нас три воздушные петли подъема под них я свяжу два столбика без накида первый столбик и сюда же второй далее у нас идет переход на следующий цвет в промежутке есть вот это между ряде то есть между цветами вот он промежуток в него я свяжу тоже столбик без накида вот так далее снова у нас идут три воздушные петли подъема я под них провяжу столбик без накида 1 и сюда же второй то есть под 3 воздушные петли я буду провязывать по два столбика без накида и промежуток между рядами то есть при переходе света на цвет я также буду провязывать один столбик без накида то есть снова прошли на 3 воздушные петли провязали здесь два столбика когда переход между рядами вот в этот между ряде я буду провязывать еще один столбик то есть два столбика под воздушные петли и столбик между рядами снова два столбика под воздушные петли и столбик между рядами как вы видите я хвостик тот который обещала связала завязала его уже не видно и параллельно мы обвязали тот край где прятали хвостики ниточек и вот так я буду дальше обвязывать до конца этой стороны то есть под воздушные петли я свяжу 2 столбика между рядами свяжу 1 столбик снова два столбика один столбик столбик между рядами я вяжу сюда вот в ближайшую возможную петлю которую только попадаю и так обязываем до конца этой стороны столбиками без накида параллельно если у вас хвостики какие-то ниточек мы их прячем именно в ряд 1 обвязки после того как под последние 2 воздушные петли подъема связали 2 столбика без накида нам нужно перейти на ряд там где галочки обязывания для этого смотрите сделав 2 столбика мы не переходим сразу же под галочки а делаем одну воздушную петлю то есть на самом уголке пледом мы сделали воздушную петлю далее вот у нас идет первый столбик над ним делаем столбик без накида далее идет вот здесь вот 2 воздушные петли мы под них делаем 2 столбика снова идет столбик мы в него делаем столбик без накида вот он между галочками здесь столбик делаем под него столбик без накида под 2 воздушные петли делаем также 2 столбика без накида то есть смотрите получается столбик над пышным столбиком мы делаем столбик над следующим пышным столбиком а на двумя воздушными петлями делаем два столбика снова получается столбик без накида в следующую петлю столбик без накида над галочкой а вот здесь вот над двумя воздушными петлями под них делаем столбик 2 столбика без накида то есть получается обвязываем максимально захватывая столбики без накида но при этом не пропускаем петельки и не добавляем их почему если мы добавим то у нас получится веером расширения обвязки а нам этого не нужно то есть чтобы не стягивала мы делаем такое же количество столбиков как и провязанное в ряду если вам кажется что идет слишком на расширение то соответственно уменьшаете количество столбиков можете вязать под воздушную петлю чередуя то столбик то 2 вот если все хорошо то вот как раз таки все хорошо обязательно на уголке сделайте здесь воздушную петлю для того чтобы перейти они закруглить и вот я снова дошла до уголка с рисунка переход на боковую стеночку соответственно сделав последний столбик в столбик вот здесь вот с накидом условный в конце ряда я делаю снова воздушную петлю и под вот эти столбики снова делаю по два столбика без накида то есть вот она на нас ближайший столбик в между ряде я так и продолжаю делать снова один столбик вот то есть под столбик с накидом в конце ряда два столбика а в меж ряде между переход между цветами у меня это то я делаю по столбику то есть точно также идентично той стороне я сделала при переходе на следующую сторону воздушную петлю вот здесь в уголке снова таки не забывайте ее делать вот и делаю чередую два столбика под столбик с накидом и один столбик между рядами снова два столбика один столбик между рядами и у нас получается такая же точно сторона как мы делали в начале первую сторону боковую вот она у нас будет и по длине такая же самая потому что мы будем чередовать такое же количество столбиков провязанных как и с той стороны здесь у нас рисуночек получается тоже смотрите красиво обязан вот мы еще его вяжем последнюю четвертую сторону вот с другой стороны я вам тоже покажу как мы ее вяжем дойдя до уголка мы сделали два последних столбика без накида под столбик с накидом боковой стороны далее делаем переход 1 воздушной петлей и я делаю вот первый столбик без накида сюда вот в уголочек далее у нас идет петля основания галочки 2 пышных столбиков и 2 воздушные петли я сюда делаю первый столбик далее как вы помните между галочками у нас здесь по 3 воздушные петли и каждая четвертая петля это у нас галочка орнамент из 2 пышных столбиков 2 воздушные петли вот так я и буду чередовать между делать между орнаментами по 3 столбика без накида далее петлю основания галочки я буду делать один столбик без накида снова в промежутке я делаю по 3 столбика без накида а в галочку орнамент петлю основания делаю один столбик снова в промежутке 3 столбика без накида вот а петлю основания галочки делаю один столбик вот немножечко я здесь перемудрила и так далее то есть смотрите у нас сверху когда мы закончили уже вязать наши галочки было здесь вот промежуточек в которой мы вязали под 2 воздушные петли 2 столбика и здесь вот у нас два столбика пышных мы по столбику вязали то здесь вот снизу в данном моменте это у нас наборочный край вот то ничего выдумывать не нужно мы просто провязываем по три столбика и в каждую четвертую петлю в которую мы делали орнамент один столбик снова три столбика один столбик и у нас получится сторона идентичная скажем так той которые мы вязали изначально то есть получается вторая сторона наша где орнамент вот и две боковушки то есть боковушки будут равняться друг другу и боковая сторона скажем так низа и верха тоже будет равняться друг другу я думаю что здесь ничего сложного все вот так вот продолжаем обязывать пока не дойдем до конца края и соответственно это будет уже окончен первый ряд обвязки вот мы дошли до уголка и я петлю основания вот этих вот орнаментов сделала последний столбик далее делаю я одну воздушную петлю и соединяясь вот здесь вот в петлю основания куда мы присоединяли рабочую нить для обвязки вот так и вот так вот мы соединили наш край далее смотрите я буду продолжать делать обязывание ровным краем если же вы хотите какие-то веерочки и так далее можете в интернете посмотреть схем достаточное количество я считаю но я вам покажу именно свой скажем так вариант обвязки соответственно делаем одну воздушную петлю подъема и в дальнейшем я буду вязать смотрите только лишь за дальние полупетли которые от меня вот они у нас вот первая дальняя полу петелька я за нее вяжу столбик без накида вот она вторая дальняя полу петелька я за нее вяжу столбик без накида вот дальняя полу петелька я вяжу за нее вот и так далее то есть смотрите мы уже сформировали петли предыдущем ряду сейчас мы только лишь вяжем по ним то есть вот так за дальние полу петельки я буду обязывать несколько рядочков самое главное при переходе с стороны на следующую сторону вы делаете воздушную петлю то есть продолжаете делать воздушную петельку для того чтобы наши края не загибались то есть чтобы они не шли такой вот волной изгиба хотите можете делать такие вот как веерочки своего рода такие же галочки по углам можете делать просто по два столбика между ними скажем воздушные петли по в одну петлю то есть петлю основания вот можете делать расширение как на реглана для тех кто вяжет регланы то здесь уже вы смотрите на свое усмотрение я пока провяжу сейчас вот такими столбиками обычными за дальние полу петли целый ряд одну сторону довязала я сторону столбиками и далее дошла до воздушной петли и переход на следующую сторону воздушную петельку мы также делаем столбик без накида за дальнюю полу петельку далее делаем новую воздушную петлю и переходим на следующую сторону точно также продолжая провязывать столбики без накида за дальние полу петельки и у нас смотрите что получается у нас получается красивый переход и так я буду провязывать каждый последующий ряд вот такой уголочек то есть не будет никаких дырочек и не видно будет воздушных петелек но при этом будет аккуратный и красивый у нас уголочек с каждой стороны и так продолжаем обвязывать ряд до самого конца вот такими столбиками за дальние полупетли заканчиваем ряд каждый раз одинаково несмотря на провязывание количество рядочков то есть дошли до уголка далее делаем воздушную петлю как и прежде на уголках и соединительную петельку петлю подъема в начале ряда вот таким вот образом далее подымаемся на одну воздушную петлю подъема и продолжаем вязать за боковые полупетли далее следующий ряд то есть снова дойдя до уголка сюда мы провязываем в последнюю петельку вот здесь вот последнюю самую петлю столбик без накида воздушная петля и соединительный столбик петлю подъема то есть вот я сейчас начало ряд следующий заканчиваем и я уже показывала как сейчас я не буду продолжать вязать я сделав соединительную петлю вот она у нас соединительная петелька все закончила делать ряд обвязывания у меня получилось от начала я провязала 4 ряда на этом я остановлюсь можете провязывать дальше я в принципе ну на этом я считаю что заканчиваю далее я при вытягиваю петельку отрезаю хвостик и вставляю ниточку в иголочку буду прятать этот хвостик я решила при распустить соединительный столбик и вытащила ниточку сквозь вот эту последнюю петлю далее я беру вставляю ниточку в иголочку иголку с ниткой вот сюда ввожу петлю подъема следующая петля то есть как бы над столбиком без накида первым провязанным с предыдущим но в этом ряду в начале вот так вот продевая сквозь две полупетли рабочую нить и далее возвращаю петлю вот так у меня получается как бы завершенная вот такая косичка здесь я поправляю все аккуратненько посмотрите у меня получился завершенный край то есть просто продеваем сквозь две полупетельки вот так вот ниточку в иголочке и продеваем и возвращаем с петли с которой она начинала свое скажем так местоположение далее я продеваю сквозь ближайшую петельку пропускаю рабочую нить в образовавшуюся петлю рабочую ниточку пропускаю далее затягиваю петлю эту и еще раз образую новую петельку здесь обратите внимание чтобы слишком не затягивали косичку крайнюю которую мы формировали вот и далее сквозь образовавшуюся петельку снова я продену рабочий ней то есть я таким образом просто закрепила рабочую ниточку вот здесь опять же таки я немножко под вытяну чтобы мне было аккуратненько вот и все далее хвостик я прячу сквозь петельки как я делала до этого можно сквозь ряд столбиков без накида это будет проще сделать вот так вот все отрезаю хвостик при этом у нас край посмотрите получился очень аккуратным с изнаночной стороны все аккуратно с лицевой тоже вот и все края получились ровными теперь делаем кричную тепловую обработку можете постирать плед так как у меня вязался плед не один вечер я его немножечко растянула надолго поэтому я его постираю и отпарю для того чтобы края были более мягкими и тогда он будет более такой податливый будет более скажем проще укрываться я надеюсь что у вас получилось было понятно и понравилось не забывайте лайкать спасибо что оставались на моем канале всем хорошего настроения ровных петель и пока пока